Южное отделение Российской Академии Наук с участием новых субъектов страны могут сформировать в Ростовской области. О готовности региона к этому заявил губернатор на научном семинаре «Задачи развития науки Юга России. Проблемы и перспективы». Ученые из ДНР и ЛНР Херсонской и Запорожской областей обсуждали возможности взаимодействия в науке и предложили создать на юге единое научно-образовательное пространство. Сегодня наш регион готов стать плацдармом для формирования Южного отделения Российской Академии Наук и полностью поддерживаю предложение создания Южной Ассоциации научных учреждений под научно-методическим руководством Российской Академии Наук. Это, на мой взгляд, позволит консолидировать усилия ведущих научно-исследовательских организаций Южного и Северо-Кавказского федерального круга, ну и, конечно, наших регионов, новых регионов нашей страны. Научные и образовательные учреждения новых территорий сейчас важно интегрировать в систему страны, поддержать их, помочь с обновлением и задействовать в решении актуальных задач. И самое главное, я хотел, чтобы вы сформулировали, услышали ваше предложение, какие мы должны решать вопросы для того, чтобы вот эта интеграция, она происходила, с одной стороны, как можно быстрее, в этой стране, как можно эффективнее, без таких надрывов, которые у нас зачастую не бывают. Инновационный бизнес-проектор осмотрел Совет по инвестициям при главе администрации Ростова. Компании представили идеи выпуска востребованной продукции с применением нестандартных технологий. Компания «Ингениум» собирается расширять производство холодильных агрегатов. Площадь ее нового цеха, который планируется запустить в этом году, полторы тысячи квадратных метров. Компания «Статера» намерена покорять новые зарубежные рынки со своим ноу-хау – силой измерительной системой, которая взвешивает железнодорожные составы в движении. Еще один проект представил Центр испытаний и экспертиз – производство выхлопных систем для отечественных и импортных авто. Спрос на такую продукцию резко вырос с введением санкций, а другой инвестор собирается возвести в Ростове шесть объектов придорожного сервиса. В них будут автоматическая АЗС и автомойка, а также умный магазин. Сегодня мы видим огромный такой большой потенциал у наших бизнесменов, у нашего бизнеса, которые готовы создавать новые производства. Мы видим, что они все конкурентоспособны. Сегодня активно наши производители занимают, в общем-то, и экспортные места. Сегодня могут вытеснить любых производителей в мире. Наша задача им – помогать. Алексей Лагвиненко поручил профильным службам оказать инвесторам необходимую помощь. Миллиард сто миллионов рублей направлено из областного бюджета на сохранение объектов культурного наследия за последние пять лет. Итоги этой работы подвел профильный комитет. После масштабной инвентаризации исторических ценностей важно приложить усилия, чтобы они не были забыты или уничтожены, отметил первый замгубернатора. Максимально бережно, внимательно сохранять культурное наследие, потому что это то, что объединяет народы, проживающие на территории Российской Федерации, то, что сохраняет память о победе в Великой Отечественной войне. Также на встрече определились с планами работы Комитета по охране объектов культурного наследия на этот год. На улице разруха и голод, а у Зои Денисовны в квартире танцы на фортепиано, аукционы по продаже поцелуев и женщины всех сортов. Москву НЭПовских 20-х годов воссоздали на сцене молодежного театра студенты актерского факультета в ГИКа. Это первые большие гастроли учебного театра. Учебным он называется только потому, что они студенты. На самом деле счет к ним такой же, как и всем остальным актерам, и никто никаких скидок к нам не делает. Всем разрешается гражданке Зои Денис не петь. Всем разрешается гражданке Зои Денис не петь. Открыть, сказать, фашистную мастерскую и школу. Для фашиста, про задействовать, для зоны рабочих и служащих. За расширение перегори 16 стажей. Учебный театр в ГИКа продолжит большие гастроли вторым дипломным спектаклем Васса Железнова. Редактор субтитров А.Семкин